Уважаемые коллеги, предоставляю следующее слово для выступления премьер-министра Республики Армения Пашинян Николаевич. Спасибо, Оскар Закпаевич. Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания, позвольте начать выступление со слов благодарности в адрес премьер-министра Республики Казахстан Оскару Закпаевича за приглашение и организацию сегодняшнего заседания. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить Оскару Закпаевича в связи с недавним подтверждением полномочий главы Кабинета Министров. Уверен, что ваша деятельность и далее будет способствовать развитию отношений наших стран в многостороннем формате выработки и реализации согласованных решений, нацеленных в том числе и на наращивание потенциала Евразийского союза. Также хочу поздравить Улукбека Асамиданиевича Марипова в связи с назначением на пост премьер-министра Кыргызской Республики и пожелать ему успехов в дальнейшей деятельности. Искренне приветствую участвующих в качестве наблюдателей представителей Республики Узбекистан, Республики Молдова и Республики Куба. Ваше участие еще раз подтверждает растущее международное значение нашей организации. И это еще один хороший повод в очередной раз подтвердить годновность к сотрудничеству с государственными наблюдателями в рамках совместных программ и проектов, предоставляющих взаимный интерес. Уважаемые коллеги, среди главных итогов прошедшего периода я бы выделил окончательное утверждение стратегии развития Союза до 2025 года. Надеемся, что текущий год будет плодотворным с точки зрения дальнейшей реализации отраженных в документе направлений развития и интеграции. В этой связи мне бы хотелось подчеркнуть важность мер, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества с сферой высоких и, в частности, цифровых технологий. Армения традиционно активно участвует и поддерживает процесс создания и реализации цифровой повестки Союза. Мы приветствуем проведение в рамках сегодняшнего заседания цифрового форума, в котором я имел удовольствие принять участие. Уверен, что сегодняшний форум внесет важную лепту в определении приоритетных направлений и эффективных инструментов сотрудничества между нашими странами в сфере высоких и цифровых технологий. В контексте данной темы хотел бы с удовлетворением отметить удачный запуск пилотного проекта мобильного приложения «Путешествие без COVID-19». Этот проект, старт которому был дан 1 февраля, позволил нам найти взаимоприемлемые решения по вопросу пассажирских перевозок между Арменией, Белоруссией и Россией, что имеет весьма существенное социальное и экономическое значение для нашей страны. Очевидно, что этот проект важен также с точки зрения снижения риска распространения коронавирусной инфекции и занимает важное место в ряду мер, предпринимаемых с целью борьбы против пандемии. Уважаемые коллеги, по части предложения к созветанию вопросов хотел бы остановиться на следующих темах. Несомненно, что усовершенствование механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер может быть эффективно задействовано для защиты отчетственных производителей от негативного влияния возросшего импорта или недобросовестной конкуренции из третьих стран. Здесь важен как единый подход, так и конечный результат, выраженный в конкурентоспособности товаров в Государственных Союзах по отношению к товарам третьих стран. Армянская сторона готова к тесному сотрудничеству с партнерами по интеграции с целью выработки общего подхода в вопросе применения указанных мер. В контексте механизмов, направленных на защиту внутреннего рынка Союза, следует также рассматривать возможность разработки и внедрения в соответствии с действующими международными договорами механизма ответных мер на территории ЕАЭС. Мы придаем большое значение тем оценкам и обобщениям, которые приведены в докладе о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. Уверен, что они полезны для анализа финансово-экономической ситуации в наших странах и прогнозирования направленных их движений. И, наконец, хочу поблагодарить за конструктивный подход, проявленный странами ЕАЭС, к инициативе Армении по пересмотру перечня стран-пользователей единой системы тарифных преференций. Я с удовлетворением хочу отметить, что вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров и услуг из развивающих и наименее развитых стран уже внесен в повестку дня нашей организации и в скором будущем получит соответствующее решение на основании принятых нам же критерий. В завершение хочу подтвердить готовность Армении приложить усилия в осуществлении приоритетных направлений работы в ЕАЭС, которые обозначены казахстанским председательством в интересах дальнейшего продвижения в евразийской интеграции и развитии Союза. Благодарю за внимание.